Уважаемые друзья, зовут меня Ганежан Асанула, являюсь заместителем директора департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции. Сегодня я проведу для вас час добропорядочности. Такие уроки проводятся с целью разъяснения важности хороших знаний и человеческих ценностей, как справедливость, добропорядочность и доверие. Наши агентства проводят системную работу по продвижению идеологии добропорядочности в обществе. В 3361 школе созданы клубы Адалурпак. В 808 университетах и колледжах функционируют студенческие клубы Саналурпак. В 4220 учебных заведениях действуют школы добропорядочности. Ежеквартально проводится акция «Час добропорядочности». Итак, вернемся к теме часа добропорядочности. В этом году мы отмечаем юбилей великого поэта и мыслителя Абая Кунамбаева. Он наследовал нам 176 стихотворений, 3 поэмы и 45 слов назидания. Его труды учат мудрости, справедливости и честности, поэтому этот час добропорядочности посвящается Абаю Кунамбаеву. «Сохранить культурное наследие великого поэта – это наш с вами долг». Об этом свидетельствуют мудрые слова первого президента Ельбаса Нурсултана Абишевича. «Подлинный гуманизм, пристальное внимание к заботам и нуждам человека, чуткого сердцем и душой, беспощадная правдивость в изображении жизни, открытый взгляд на мир – все эти грани таланта нашего великого наставника должны определять главный смысл и содержание всех наших сегодняшних больших и малых начинаний. В своей статье «Абай и Казахстан в 21 веке» президент Касмужомар Кемелович отметил важность его наследия в модернизации страны. «Познание Абая – это познание самого себя, а познание самого себя – постоянный рост, изучение науки, образование – это мудрость. Слова Абая должны стать ориентиром поколения. Большое наследие Абая послужит формированию нового качества казахской нации». Председатель агентства Алик Житкомбаевич о величайшем поэте сказал следующее. «Великий Абай еще в 19 веке емко изложил основополагающие принципы, присущие целостному человеку – толхадам. Он ставил во главу угла стремление к добродетели, верность своему слову и делу, тягу к знаниям, тем самым отметив особую роль Абая Кунамбаева в продвижении идеологии добропорядочности». Что такое честность? Почему Великий Абай посвятил ряд своих произведений этой теме? Давайте вместе рассмотрим труды поэта. В произведении под названием «Всех заяв» Великий Абай писал «Ты пахать умей, торговать умей, и достаток дома блюди. Будь жена верна, муж труди сполна, и тогда успех впереди». Таким образом, гений казахской поэзии в двух словах донес до нас, что честный заработок – это результат заслуженной работы. Великий Абай почитал честных, скромных людей с высокими нравственными качествами, а ленивых и жадных напротив презирал. Этому свидетельствуют следующие строки стихотворения под названием «Голымтапай Махтамба». «Чтоб человеком ты был, и вровень с веком ты был, ты пятерых побори, и пятерых избери. Злословие, ложь, хвастовство, безделие, матоство, вот пять врагов твоих ты знай, о разуме доброта, упорство, скромность и труд, вот пять друзей согласись». Тем самым, великий мудрец отметил пять зол, от которых необходимо предостеречься, а также пять добродетелей, которым необходимо следовать. На склоне лет великий Абай написал слова назидания. Изучив его слова назидания, можно понять, что и в них понятие труд тесно взаимосвязан с честностью. В своем 29-м слове назидания он отметил, что заработать свой хлеб честно – удел совестного человека. Другими словами, только человек, обладающий совестью, способен зарабатывать на жизнь честным трудом. Уважаемые друзья, когда наш мудрый народ говорит о великом мыслителе Абая, то в первую очередь говорится о человечности и честности. Мы считаем, что широкая популяризация литературных трудов великого Абая, который писал о добропорядочности, честности и человечности, является ярким примером воспитания сознательного поколения. Не важно, где бы вы ни находились – дома, в учебе или с друзьями на улице – будьте честны, справедливы и верны по отношению к себе и своему делу. Не списывайте домашнюю или контрольную работу. Если вы списываете, во-первых, вы обманываете не учителя, а родителей, которые прежде всего любят и заботятся о вас. Во-вторых, насколько справедливо получить хорошую оценку за работу, которую вы сами не делали, не искали нужную информацию, не читали и не думали, а просто списали у другого. В-третьих, списывание у другого – это ведь неуверенность в собственных силах и своих знаниях. А вы заметили? Простое списывание имеет последствия, которые портят и оскверняют такие общечеловеческие ценности, как честность, справедливость и доверие. Какой специалист в будущем выйдет из человека, постоянно списывающего у других? Вы только подумайте, какого качества будут дома у строителя, каким будет лечение врача или дороги, построенные инженером, если все они будут неуверены в себе и в своих знаниях. Поэтому, прежде всего, зависит от вас, станете ли вы будущим хорошим специалистом, а со стороны государства созданы все условия. Если вы учитесь хорошо и показываете лучшие результаты, то обучение в ВУЗе будет бесплатным. В дальнейшем по программе «Булашак» предусмотрены все возможности для получения знаний в лучших зарубежных университетах. Поэтому, друзья, будьте верны своим мечтам. Я призываю вас руководствоваться своей жизнью мудрыми идеями великого Абая, который завещал нам ценности честного труда, что человек, уверенный в себе, который добросовестно трудится, является самым уважаемым человеком. Никогда не теряйте эти качества – честность и справедливость. Не ищите легких путей во время предстоящих экзаменов. Доверяйте только своим знаниям и с честью пройдите эти испытания. Всегда помните, только честный труд открывает вам дорогу в успешную жизнь. На этом мы завершаем наш час добропорядочности. Надеюсь, вы излетели пользу от сегодняшнего урока. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова